Что ж, давайте будем продолжать. Да, его прекрасная цель добродетели. Видите, что уже как бы не благо цель добродетели и не счастье цель добродетели, а не что прекрасная цель добродетели. Да. Ну если прекрасное, то политическая политика, то идея должна стремиться в благое... Ну к счастью, да, да, да. Все логично. Мы никуда от этого не деваемся. Но я хотел обратить ваше внимание, что Ристофель, который раз подряд повторяет, что цель прекрасная. По крайней мере, когда говорят о мужестве. Итак, есть два типа вещей. Вещи страшные для нас, как для людей. Это разное и не одинаковое. Для каждого человека каждое человеческое страшно. И штуки, которые преодолевают нас. Штуки, которые страшны абсолютно для всех. При этом мужественный способен преодолеть как тот страх, так и другой страх. При условии, что делает он это ради прекрасного. Этого? Этого, то есть страшного в пределах человеческих возможностей, можно страшиться в ту или иную степень. А кроме того, не страшного можно страшиться так, будто это страшное. Заблуждение возникает, потому что страшаться или не того, чего следует, или не так, как следует, или не тогда, когда следует, или же еще из-за чего-нибудь такого, так же обстоит дело с тем, что придает отваги. Да, естественно, все эти страхи могут быть как фальшивыми, так и настоящими, так и недооцененными, так и переоцененными и так далее. А значит, кто выносит, что следует, и ради чего следует, так как следует, и тогда, когда следует, соответственно, испытывает страх и проявляет отвагу, тот мужественен, ибо мужественный и терпит и действует достойно, и как велит верное суждение. Да, и тут появляется следующее. Если вы думаете, что за углом вашей темной прихожей находится призрак, и вы преодолеваете этот суперстрах, и таки бежите и включаете выключатель, это не мужество, потому что никакого призрака нет. Если вы думаете, что за углом вот того поворота к университету не стоит бомжа с ножом, а он стоит, и когда вы поворачиваете, он берет вас ножом, а вам для этого было не страшно, это тоже не мужество. Мужество касается только абсолютно правильного поведения, когда страх правильно оценен, и когда его преодоление происходит правильно и в правильных обстоятельствах. Между тем, цель всякой деятельности, то, что соответствует нравственным устоям, привычкам, то есть для мужественного мужества прекрасно, а такова и цель мужества, ведь всякий предмет определяется согласно своей цели. Так что нравственно прекрасно и есть та цель, ради которой мужественный выносит и совершает подобающее мужество. Да, значит, у мужества, как мы только что обсуждали, есть некоторые условия. Одно из этих базовых условий – это знать, что страх, когда страх и где страх. Иными словами, мы можем расширить эти условия и сказать, что иногда мужественно мужество заключается в бегстве, как в преодолении страха, иногда нет. В чем цель мужественного спрашивать себя, листочки, в красоте, в своем благородстве, потому что колонн – это и красивое, и благородное. Средства же к достижению мужества постоянно меняются, в зависимости от обстоятельств, это мы уже обсуждали. И эти средства от обстоятельств зависят, но обстоятельства никогда не моральны. Это мы точно знаем. И это значит две вещи. Первое. Моральное зависит от имморального, не аморального, а имморального, от неморального. И второе. В случае мужества, мужество зависит от политического искусства. Цель, говорит Аристотель, естественно. В чем эта цель? В чем цель мужества? В том, чтобы совершить прекрасное. В чем это прекрасное? В том, чтобы погибнуть за свое государство. Вот. В том, чтобы спасти город. Ну да. Цель мужества – спасение города. Но Аристотель не говорит об этом. Почему? Если прекрасное – это спасение города, и прекрасное предписано кем-то самим городом или начальниками города, получается, что что? Спасение города неестественно. Нет, спасение… Если оно предписано кем-то, то… Да. Неужели… Мы сейчас говорим немного другом о морали. Неужели мораль находится в начальниках? В начальниках у мужества? Нет. В начальниках, которые предписывают вам прекрасную смерть. Вы следуете нравственной привычке, моральной привычке. Эта моральная привычка заключается в том, чтобы преодолевать страх в достижении прекрасного. Достижение прекрасного зависит от неморальных обстоятельств. Где, когда, как, с кем, почему и так далее, и так далее, и так далее. Но это прекрасное само по себе определяется городом. Потому что прекрасная суть смерти за город. А почему? Почему определяется городом? То есть это связано с городом, но… Город называет мужественным не всякого, кто преодолевает страх, а только самый прекрасный страх. Но какой страх самый прекрасный? Какой город называет самым прекрасным? Город называет самым прекрасным тот, то мужество, которое служит городу. Кто определяет, какое мужество служит городу? Власть. Значит, мораль находится в руках власти? Да. Я расширю этот вопрос, с вашего позволения. Может ли менее добродетельный учить добродетели того, кто более добродетельный, чем мужество? Именно поэтому мужество – это самое низкое из добродетелей. Это дело даже не совсем в этом. Политик, изначально приписывая законы, должен обучать добродетелям граждан. Получается, что политик заведомо более добродетельный, чем крашен. Конечно. Но тогда никаких проблем с тем, что мужественный говорит вам быть мужественным, не возникает. Нет. Политик не обязательно должен быть мужественным. Он ведь не умирает за город. Менее добродетельный может получать более добродетельно? Менее мужественный может говорить более мужественным? Будь еще более мужественным? Конечно, потому что мужество – это самая низкая добродетель. Так как у нас существует иерархия добродетелей, выше, чем мужество, может быть любая другая добродетель. Это значит, что умеренный может сказать мужественному – будь мужественен. Тогда у нас никаких проблем не есть? Никаких проблем не есть, да. Тот, кто приступает к миру, причём в бесстрашии, не имеет названия. Мы уже говорили, что многое безымянно. Но если человек не страшится ничего, а даже землетрясение, как-то рассказывают про кельтов, он, вероятно, бесноватый или тупой. Кто слишком отравлен перед страшными опасностями – смельчак. Отважен только. Отважен. Кажется, что смельчак – это хвостун, и он склонен приписывать себе мужество. Он хочет, чтобы, казалось бы, он относится к опасностям так, как мужественно и на самом деле к ним относится. И потому, где удаётся, разыгрывает мужество. Вот почему многие смельчаков – смелотрусы. Ведь смельчаки, в рудовном случае, они не выдерживают настоящих опасностей. А кто приступает к миру, причём в страхе, тот трус, ибо страх не того, чего следует, и не такой, как следует, и так далее, следствие этого. Ему недостаёт также отваги. Чрезмерность его страха особенно заметна при страданиях. Действительно, страдая, трус легко теряет надежду, ведь ему всё страшно, а мужественно ведёт себя противоположным образом оба человеку, надеющимся на себя, свойственна отвага. Да, два полюса – чересчур смелые и чересчур трусливые. При этом чересчур смелые также делятся на две категории. Чересчур смелые – тупые кельты, и чересчур смелые – хвостуны, которые на самом деле не смелые, а просто разыгрывают мужество с какими-то целями. С трусами нет деления, потому что трусы все абсолютно нельзя разыгрывать из себя труса, надеясь на что-то. Трус и есть трус. В этом смысле мы могли бы сказать, что так как мы возвращаемся к идее о том, что не все полюса равноудалены от добродетели, что так как люди скорее имитируют мужество и отвагу, чем трусость, мы предполагаем, что отвага, как иступление, стоит выше, чем трусость в принципе всегда. Итак, трус, смельчак и мужественный человек имеют дело с одним и тем же, но относятся они к этому по-разному. У одного избыток, у другого недостаток, а третий обладает серединой, между крайностями и ведёт себя как следует. Кроме того, смельчаки в преддверии опасности безоглядны и полны рвения. Но в самой опасности отступают, а мужественны и в решительном деле, а перед тем, как спокойны. Достаточно. А мужественны и в решительном деле, а перед тем спокойны. Вот немножко вот такое удаление. Но это не важно. Значит, что важно? Теперь мы понимаем, что середина – это не середина между х и у. То есть это не слишком много и слишком мало, как было сказано до этого в самом начале, когда речь шла о добродетелях. Середина – это правильно, в правильных обстоятельствах, в правильное время, в правильном месте. И только в этом смысле полюса относятся к середине как слишком мало или слишком много. В целом же они относятся к середине как неправильно, неподобающе. Следовательно, как уже было сказано, мужество – это обладание середины в отношении к внушаемому страху и предающему отвагу, с указанными ограничениями. Далее мужественный избирает определение действий и выдерживает что-то, потому что это прекрасно или потому что обратное позорно. Умирая, чтобы избавиться от бедности, влюблённости или какого-нибудь страдания, свойственно не мужественному, а скорее трусу. Ведь это изнеженность избегать тягот. Изнеженный принимает смерть не потому, что это хорошо, а потому что это избавляет его от зла. Смерть из слабости немужественна. Самоубийца не ищет прекрасного. Он собирается избежать зла. Поэтому город не поддерживает самоубийц. Он осуждает самоубийц. Да, дальше Аристотель начинает обсуждать пять форм псевдомужества, ненастоящего мужества. И это, напоминаю вам, единственный раз, кроме стыда, когда обсуждаются псевдодобродетели. Но стыд – это даже не псевдодобродетель. Это просто недобродетель. Что-то такое, стало быть, и представляет собой мужество. Однако этим словом называются и другие пять видов мужества. Прежде всего, гражданское мужество. Оно ведь больше всего подходит на собственное мужество. Принято считать, что граждане выносят опасности войны из-за установленных законом мир виновности, из-за порицания, а также ради чести. Вот почему самыми мужественными считаются такие граждане, у которых трусов без чести, а мужественных почитают. И Гомер изображает такими, например, Диамеда и Гектора. Стыд мне, когда я, как робкий, ворота и стены укроюсь. И вождь Диамед от меня кораблям бежал устрашённый, скажет, хваляйся, и тогда раступится земля подо мною. Такое мужество более всего походит на описанное выше, потому что оно приходит от добродетели, а именно от стыда, от стремления к прекрасному. То есть чести и во избежание порицания, так как это позор. Возможно, в один ряд с этим поставят и мужество. Тех, кого к тому же самому принуждают начальники. Однако они хуже постольку, поскольку они поступают так не от стыда, а от страха. Избегая непозора от страданий, действительно, имеющие власть, принуждают их, как Гектора. Есть лишь кого я увижу, хотящего вне разоборства, возле судов крутоносных остаться, нигде уже после в стане Ахейском ему не укрыться от псов и пернатых. И кто знает, воинов в передовые отряды и бьет их, если они отступают, делают то же самое, что Гектора, равным образом, как и те, кто располагает воинов перед рвами и другими такого рода препятствиями, ведь все они принуждают. Однако мужественными следует быть не по принуждению, а потому что это прекрасно. Да. Первая форма, ближайшая форма псевдомужества к мужеству – это гражданское мужество. Но гражданское мужество – это не мужество, потому что оно происходит либо из-за призыва, то есть из-за страха наказаний. Мы возвращаемся обратно к порочному, который следует за добродетелью, потому что иначе его будут наказывать. Либо из стыда, что тоже не мужество, потому что это все равно принуждение, а не добровольное решение. То есть таким образом мальчик, которого призвали, который пошел в армию, который погиб, потому что его пнули, значит, в окоп, недостойный уважения? Нет. За смерть? Он не умер, жаждая прекрасного. Он умер, жаждая не сесть. Он недобродетельный, это порочный человек. Уважение? Недобровольный поступок. Недобровольный поступок не может быть прославлен. Точно так же, как за него нельзя наказать. Вы могли бы попытаться извернуться и сказать, ну как это, это недобровольный поступок? Это скорее смешанный поступок, потому что на самом-то деле его же не тащили под руки. Было бы странно, если бы его тащили под руки, а потом вдруг ему дали оружие. Верно? Его поставили перед выбором сесть или пойти служить в армию. И он выбрал как бы добровольно служить в армию. Не работает. Сесть или умереть. И он попробовал умереть, а не сесть. Он мог не умереть. Да, служить вам в мире, это не обязательно умереть. Но, да, в вашем примере, мальчик же умер. И он, как бы, получается, добровольно выбрал смерть. Да. Но тогда мы можем сказать, что это за Аристотелем, он добровольно выбрал смерть, потому что, на самом деле, хотел избежать трудностей. Он трус, а не сныльчак. Или потому что надеялся остаться в живых. Нет, если он умер, то он... Нет, 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 он выбрал идти на войну, условно, потому что надеялся. Потому что он глуп, потому что надеялся на случай. Ну, да, в таком случае он предполагал, что тюрьма окажется хуже, чем армия. Он выбрал самое простое. Как? Мы отличаем добродетельного человека от недобродетельного, особенно если это юноша. Да, 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 да. То есть он выбрал меньше страдания, вместо того, чтобы выбрать больше страданий. То есть... Надо было сесть. Да, надо было сесть. Надо было сесть. Таких людей мы уважаем, согласитесь? То есть если... Я не уверен. Нет, почему? У меня даже есть... Должны быть в голове примеры, и они даже реально есть. То есть когда человек, например, Новом Хомский, говорит, что я как социалист, выступаю против войны во Вьетнаме, и моральное действие – это подрыв колонн с вооружением на территории США, то, когда его сажают, а потом выходят, все приветствуют его цветами. Он заслуживает уважения за то, что сел за собственное убеждение. Но при этом он сел не за общество. Его уважают... Нет, естественно, его уважают в рамках современного либерального государства, да, оппозиция. Его явно не уважают начальники, конечно. Тогда, получается, нужно уважать каждого, кто действует по своим принципам. Нет, мы возвращаемся обратно к тому, что все происходит с точки зрения города и с точки зрения начальства города. На Хомский не достоин никакого уважения. Он лучше того мальчика, который побежал умирать вокруг, а не сесть в шлем. А, ну да, мы же либералы. Все, я забыла. Да, мы же не либералы. Спасибо. Хорошо. Итак, у мужества солдата другая цель, нежели у подлинно мужественного. Потому что солдат сажается по принуждению. Солдат не ищет благородной смерти, красивой смерти. Солдат ищет жизни дальше. Теперь мы должны обернуть это в представление о том, что подлинная война – это война не государств, но это, как вы знаете, война против рабов. Помните ее, да? Политика 1256б 2025. И в этом смысле подлинно мужественный, тот, который достигает красоты, это, естественно, тот, кто ведет подлинную войну, а не тот, кто воюет на стороне города. То есть прекрасно вести охоту на рабов, прекрасно заниматься расставщичеством. Да. А можете прояснить, на самом деле это просто мимо меня прошло? Да, это прошло мимо вас, но поясняю, вы видите, у вас только пазл, да? Собязательно придется вам самостоятельно. Мы уже говорили о том, что сверхчеловек живет вне общества, но он не может буквально жить вне общества, потому что, чтобы жить в лесу, надо трудиться. И тогда никакого досуга, никакой философии. Поэтому он должен, находясь вне общества, что-то делать для того, чтобы получить досуг. Как это выглядит со стороны государства? Как преступление? Подлинно свободный или подлинно благородный, подлинно счастливый совершает преступление для того, чтобы, живя в цивилизации, получить возможность среди досуги. Как лучшее преступление, которое описывает Аристотель, это незаконный захват монополии. Одно преступление, которое обеспечивает вас досугом на всю жизнь. Но надо объяснить, на каком основании высший человек или подлинно счастливый может так поступить другими людьми. Аристотель говорит, вот это действие, которое мы описываем, относится к определенному образу жизни. Затем он причисляет образы жизни. Помните их? Скотки практически. Нет, нет, нет. Сейчас, сейчас, господи, скотоводчик, этот вот эти, который кочевой. Да, кочевой образ жизни, он же скотоводский, земледельческий. И охота. А потом охота распадается на... Пять. Нет, их три. Рыболовство. Рыболовство. Блин, на зверей и на людей. И на людей. Охота на людей – это война. И дальше Аристотель говорит, есть только один вид справедливой войны. Это охота господина на рабов. И в этом смысле действие подлинно счастливого представляет из себя войну против рабов. Но единственно справедливую войну. И в этом смысле только он достигает подлинно прекрасного. То есть, когда мы говорим о войне между городами, мы признаем, что мораль является искусственной. И признаем, что цель этой морали устанавливается городом и одобряется или не одобряется городом. Но это все только в рамках разговора о нравственных добродетелях и целевой аудитории нравственных добродетелей. Как только мы возвращаемся к естественно счастливому, нам приходится признать, что его цели не установлены городом, что они абсолютно естественные. И в этом смысле кажутся абсолютно моральные. Но при этом для города они выглядят как совершенно аморальные. Да. Это как раз к связке с тем, что в начале относительно того, что человек, который живет, сверхчеловек, как нам говорят, он живет в постоянной войне. Да, да, да. Хорошо, но если вы живете в постоянной войне, а не откуда вас время дать? Нет, нет, нет. Он же выглядит таким. Для города он выглядит как преступник. Но это не значит, что когда вы входите во Владимирский Централ, где ветер серверный, там сверхлюди сидят. И в этом смысле, когда Аристотель приводит единственный пример философа во всей первой книге политики, этот философ Фалес Милецкий, который незаконно захватил монополию и так обеспечил себя на всю жизнь. Там тут же появляется второй пример безымянного крестьянина, который тоже незаконно захватил монополию. Разница между ними заключается в том, что Фалес не понес наказание. А крестьянина поймали, сирокузянина, прошу прощения, сирокузянина поймали, и правитель Сирокуз, очередной тиран Дионисий сказал ему, что мы тебе деньги-то оставим, но чтобы тебя здесь больше не было никогда. И это отличие простого преступника от сверхчеловека. То есть со стороны города их отличить невозможно. Нет, я не понимаю, я просто про то, что словно он очень не покажем из этой войны. Нет, эта война заключается в том, что она Он преступает закон. Нет, эта битва выглядит как преступление закона, а война-то выглядит как естественное разделение. Иными словами, у подлинно счастливого с неподлинно счастливыми не может быть мира, а не вечные враги. У города и философа нет мира, а не вечные враги. Нет, окей, в интерпретации Аристоте Платон и с ксеноходами я вам буду понять, но в интерпретации не в том смысле, что мы смотрим в смысле, он только и должен делать, что устанавливает мир, потому что только в таком случае его будут кормить. Он должен пропагандировать мир, он должен пропагандировать цивилизацию, потому что только у цивилизации будет достаточно средств, чтобы он существовал вообще, конечно. Да, но каким образом это происходит? Аристоте говорит, с помощью преступления. Но это же нелепо. Это не нелепо. Подумайте об этом как о проблеме. Эта проблема это нелазначимая проблема политического, политическая проблемна. Оно не без проблем. Нет, это как раз проблема не для политического. Нет, это для политического, это для философа проблема. Для политического, смотрите, как это выражается в проблеме для политического. Аристотель в политике говорит, есть только одна естественная форма правления царства. встает вопрос, кто должен быть царем? Кто заслуживает этого? Только сверхчеловек может быть царем. И так мы получаем что? Идеальное государство. Но если сверхчеловек станет царем, он строится в общество. А его определение какое? Не закон. Значит, проблема политического заключается в том, что идеальное государство, которое как бы возможно в соединении одного с другим, невозможно в принципе. Он может заниматься коррупцией и не попадаться? Нет, он не может быть во главе общества. Точка. Но вы же говорили о том, что тиран может переписать закон. Да, он все еще подзаконен. Да, для того, чтобы делать какие-то вещи, ему нужно переписать закон. Но у него есть возможность переписать закон. Проблема заключается в том, что справедливость как законность и подлинная справедливость прямо противоположны друг другу. В этом мы согласны. А следовательно, даже если философ Х перепишет под себя законы города, ему придется им следовать. Даже если он объявит законам собственную волю, то есть он станет справедливым. Но тогда он перестанет быть философом. Почему? Это следует из определения справедливости как противоположной подлинной справедливости. Справедливости. Только в том случае, если мы разделяем эти вещи. А мы не можем их не застелять. Как правило, государство может их объявить. Не может, потому что он должен будет подчиняться собственным законам. Даже если... Хорошо. Ну, как тиран. Даже если закон — это слово тирана, тиран все равно подчиняется этому закону. Да, отлично. Да, а иначе общество и не существует. Нет, это не имеет значения. Слово тирана все время меняется. Вчера он говорил, что это мы сбили Боинг. Сегодня говорят, что не мы сбили Боинг. Завтра будет говорить, что это инопланетяне сбили Боинг. Без разницы. В тот момент, когда он это произносит, это становится общей нормой, в том числе его собственной нормой. Для того, чтобы поддерживать свою жизнь в досуге, вам не нужно общество. Вам нужно как раз-таки его отсутствие. В смысле, вы должны находиться вне его, чтобы вас не заботили его проблемы. Чем занимается тиран, даже если он думает, что, даже если мы предположим, что всякое его слово законно, он все время защищает свое общество. Потому что без него он не существует. И философ? Нет, нет, нет. Философ не существует без общества, но не без конкретного общества. Философы не заботят проблемы общества. Он не решает проблемы общества. Тиран только этим и занят. У него нет досуга. Потому что он не стремится к досугу. Потому что он как правитель не может его иметь. У него есть ответственность. Та самая, о которой вы сегодня говорили. Философ, нет. И это и позволяет досугу существовать. Если у тирана не есть ответственность, то что террасненько? У тирана есть ответственность, потому что если общество, которое он возглавляет, погибнет, он погибнет вместе с ним. Если строй погибнет, тиран погибнет вместе с ним. Если строй погибнет, всего с уничеством произойдет. Неужели? Конечно. Так строй-то изменится просто. Что значит погибнет? Это значит, что у нас была тирания, а наступит демократия. Или олигархия. Или другая тирания. Уничтожит ли это за собой смерть тирана и его глазей? Да сто процентов, если не побегут. А если побегут, то далеко не убегут. Будут как на Солине где-нибудь висеть оплеванные. Месть, рассентимент. По-другому он не работает. Так вот, для философа это безумие. Поэтому философ должен быть готов... Философ должен быть отделен от режима, чтобы любой режим ему подходил. Чтобы он не волновался по поводу смены режима. Не говоря уже про то, что так как идеальное государство недоступно, ни один режим не является хорошим. Ему подходит только один режим. Какой? Вы до его составляющих компонентов перечислили. Это богатые... Цивилизация, да. Но цивилизация это же не режим. У нас могут быть и цивилизованные демократии, и цивилизованные олигархии. У нас даже цивилизованные царства могут быть. Предустровавшие там власть царя, конечно, не вагрузская власть царя. То есть вагрузство и цивилизация действительно, но вагрузство выглядит только одним образом. Как царство. Все остальное... Ну, как тирания, если крайне... Все остальное это цивилизация. Конечно, философу нежелательно находиться при... Но даже там можно. Даже там можно найти время для досуга. Но если он возглавляет общество, время для досуга не существует. Ну, видите, политику надо читать для того, чтобы вот в этом разбираться. Хорошо. Считается, что опыт в отдельных вещах это тоже мужество. Исходя из этого, Сократ думал, что мужество состоит в знании. Каждый между тем бывает опытен в своем деле. Или, например, о вратном наемнике. На войне многие вещи, по-видимому, напрасно внушают страх. И они отлично это знают. Они кажутся мужественными, потому что другие люди не понимают, какова в действительности опасность. Кроме того, благодаря опыту они лучше всех умеют наблюдать... Нападать. Нападать и защищаться. Умеют обращаться с оружием и обладают такими, которые превосходно служат для нападения и для защиты. А потому они сражаются словно вооруженные с безоружными и словно атлеты с деревенскими жителями. Ведь и в таких состязаниях лучшими бойцами бывают не самые мужественные, а самые сильные. То есть те, у кого самое крепкое тело. Да, казалось бы, наемники лучшие солдаты на свете. Но наемники никогда не мужественные. Потому что они, естественно, не хотят умереть ради прекрасного. Они хотят воевать ради денег. Но наемники становятся трусами всякий раз, когда опасность слишком велика, и они уступают врагам численностью и стрижением. Ведь они первыми обращаются в бегство, тогда как гражданское оболчение, оставаясь в строю, гибнет, как и случилось возле храма Гермеса. Ибо для одних бегство позорно, и смерть они предпочитают такому спасению. А другие с самого начала подвергали себя опасности при условии, что перевес на их стороне. И поняв, что этого нет, они обращаются в бегство, страшаясь смерти больше, чем позора. Но мужественный не такой. И вы не поверите, видимо, это снова заимствует Макеавелли для своего государя. Потому что он прямым текстом говорит примерно то же самое. Что наемники – абсолютно бесполезная сила. Именно потому, что они хороши только тогда, когда победа уже гарантирована, и перевес на их стороне. И абсолютно плохи тогда, когда надо действительно сражаться. Ярость относит к мужеству, потому что мужественными считаются также те, кто в ярости бросается навстречу опасности, словно раненый зверь, так как мужественные обладают яростью. Нет, так как и мужественные бывают яростными. Действительно, ярость сильнее всего толкает навстречу опасностям. А отсюда и у Гомера. Сила ему придала ярость, и силу бурную ярость эту в нём пробудила. И жаркую силу у нас дрей, закипела кровь. И все такие признаки, видимо, указывают на возбуждение, ярость и порыв. Так что мужественность совершает поступки во имя прекрасного, а ярость содействует им в этом. Что же до зверей, то они приходят в ярость от страданий, то есть получив удар или от страха, потому что, когда они в лесу, они не нападают. Разумеется, не мужественные они, когда не предвидя ничего страшного, агонимые болью яростью, бросаются навстречу опасности. В противном случае мужественными, пожалуй, окажутся даже голодные ослы. Ведь они под ударами не перестают пастись, да и блудники, повинуясь в лечению, совершают много дерзкого. Но мужество от ярости похоже самое естественное, и если добавить сознательные выборы, прекрасную цель, это будет истинное мужество. Да, ярость сама по себе не мужество, но является частью мужества при условии, что она проявляется правильно, в правильном месте и при правильных обстоятельствах. Гнев, конечно, причиняет людям боль, а месть доставляет удовольствие. Но кто лезет в драку из таких побуждений, драчун, они мужественны, ибо они поступают так не потому, что это прекрасно и не потому, что так велит суждение, а движимой страстью. Однако что-то очень похожее на мужество у него всё же есть. Ну да, 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 да. Что же касается уже не ярости, а гнева или мести. И то, и другое толкает к насилию, но и то, и другое не является мужественным, потому что цель этого насилия непрекрасна. А гнев и ярость имеют принципиальную музыку? Ярость, как её описывает Аристотель, обладают даже животными. Даже животные. Да, это какое-то по-русски правильно сказать остервенение. Да, то есть, когда уже нет другого выхода, на вас даже комяк бросается. Может, может, бросится. Вот. Гнев же – это чисто человеческая страсть. При этом, вы видите, с чем она связана? С местью. С местью, да. То есть, грубо говоря, мы испытываем гнев, когда бьёмся мизинцем о тумбочку. И тумбочка – это предмет гнева, и мы хотим тумбочке отомстить, и поэтому, как в дурацкой комедии, бьём её второй раз. И ещё больше гнева испытываем в этот момент, и хотим отомстить ещё сильнее. Немужественен, разумеется, тот, кто самонадеян. Вы видите, да, перед этим, вы видите проблему. Уже не два полюса у мужества. Уже, чёрте, сколько полюсов у мужества. В опасностях ему придаёт отваге то, что он часто и над многими одерживает победу, а похож он на мужественного, потому что и тот, и другой отважен. Но если мужественен и отважен по названным выше причинам, то это потому, что уверен в своём превосходстве и в том, что ничего дурного испытать не придётся. Так же ведут себя и упившись пьяными, потому что становятся самонадеянными. Но когда обстоятельства для них неблагоприятны, они обращаются в бегство, мужествененному свойства выполнять являющиеся и кажущиеся страшным для человека, потому что так поступать прекрасно, а не так позорно. Да, и снова, если в коридоре, который тёмный, и к которому за углом, вы думаете, находится призрак, и вдруг включается свет, вы уже идёте вольготно, потому что никакого призрака не видно, но если снова выключается, вы снова прыгаете скорее к выключателю. И это то, что произошло, было не мужественным, хотя вполне выглядело какую-то часть времени как мужество, ровно до тех пор, пока вы снова не испытали страх. То есть мужество невозможно вне страха. Оно невозможно не только вне прекрасной цели и конкретных обстоятельств, знания, когда, как поступить, не только вне страха, который связан с этой прекрасной целью. Если вы боитесь утонуть и всё-таки заставляете себя плыть, то это не мужество. Мужество также ещё и напрямую связано со страхом, без которого проявить его фактически невозможно. Или, по крайней мере, невозможно отличить его от простой спесивости или наглости. Мужество свойственно выносить являющиеся и кажущиеся страшными для человека, потому что так поступают прекрасно, а не так позорно. Вот потому и считается, что более мужественен тот, кому присущи бесстрашные и возмутимость при внезапных опасностях, а не предвиденных заранее. Да, легко быть мужественным, когда страх не наступает мгновенно, когда страх предупреждён заранее, об опасностях предупреждены заранее. Ведь как мы сознаем источник мужества, это скорее нравственные устойки. Нравственные привычки. Нравственные привычки, так как при подготовленности мужества меньше. При опасностях известно заранее, выбор можно сделать по расчёту и рассуждению, но при внезапных согласно устое. А вот и объяснение, почему мужественный это не тот, кто не пугается тогда, когда ему заранее всё объяснили. Хотя страх-то настоящий, да, и он никуда не уходит. А тот, кто не пугается тогда, когда этот страх, точно такой же страх, появляется мгновенно. Потому что тот, кому заранее всё объяснили, тот заранее может принять решение, но мужественный не принимает решений. Он уже достиг привычки быть добродетельным и потому не пугается тогда, когда решение уже не вступает в силу. Да. Можно ли сказать, что когда человек идёт на войну, он уже как бы знает заранее, что он может погибнуть. И поэтому идущий на войну человек не может быть мужественным. Нет, так не получится. Во-первых, он не знает, значит... Вы играете со словом знает. Он же не знает, погибнет он или нет. Потому что знает, что может погибнуть, это всё равно, что сказать, что знает, что может быть на массе существует жизнь. Вы либо знаете, либо не знаете. Вот он не знает, может ли он погибнуть. Поэтому мужество не в том, чтобы идти на войну, а в том, чтобы когда рядом с ним падает снаряд, и вот тут уже возникает страх, что скорее всего сейчас наступит конец, он этот страх преодолевает. При этом, если ему говорят, и вот эта супер штука, как это проявляется в повседневной армейской жизни? Видели ли вы когда-нибудь, как какие-нибудь спецназовцы или полуспецназовцы или там элитные подразделения в своих тренировках используют настоящее боевое оружие? Как они ползут под колючей проволокой, а сверху стреляют пулемёт? Не видели никогда такого? Я не только поняла детских утренников выступаю. Не, ну это понятно, да, там детей избивать, это ещё мелое дело. Кто же не любит-то, да? Не под запись. Кого? Нет, 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 ну понятно, что случайности случаются, но вообще пулемёт держит профессионал и держит достаточно высоко, чтобы даже если вы нарушите вот это вот не поднимай там определенных частей, чтобы не задеть колючую проволоку, вас не убьёт. По крайней мере такие случаи часто не происходят, то есть они мне так на память неизвестны. Зачем нужен этот пулемёт? Почему патроны настоящие? К чему эта фигня-то вся? Ответ к тому, о чём ровно арестателек говорит, чтобы заранее приучить себя не бояться тренировки. Да, именно поэтому когда наступает реальная боевая ситуация, мимо свистят пули и взрываются снаряды, вы уже становитесь мужеством, вы проявляете мужество, вы не реагируете на это, вы не прыгаете сразу в окоп, не сворачиваетесь в калачек, вы начинаете звать маму и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это и будет мужество. Но при этом помните, да, что мы могли бы смело сказать. Ну так, у него мозг отключился, он просто на автомате идёт. Но ответ Аристотеля какой? Он приучил себя к этому заранее, и значит, до сих пор несёт ответственность за то, что это его привычки. Точно так же, как пьяный несёт ответственность за то, что он себя приучил к этому, точно так же и смелый несёт ответственность, и значит, он всё равно заслуживает похвалы, даже при условии того, что никакого выбора и никакого решения больше не принимается. То есть, не получается так, что он как Индиана Джонс в каждый конкретный момент принимает решение. Типа, вот этого немца, но с ним мы ещё поделёмся. А вот с двумя немцами я, наверное, уже драться не буду, это не вариант. Надо как-то в сторону выйти. Мужественными, кажется, и те, кто не ведает об опасности. Они очень похожи на самонадеянных, однако хуже последних, потому что не имеют высокой самооценки, а те имеют. Вы видите, да, что снова даже у полюсов мужества не одинаково далеко расположенный от мужества. То есть даже отвратительный самонадеянный лучше, чем просто незнающий, но который ещё и не самонадеянный. Именно в силу такой самооценки самонадеянный известный срок держится. Те же, кто в силу заблуждения, поняв, что дела обстоят иначе, чем они предполагали, обращаются в бегство, как и произошло с аргивянами, которые напали на лакидимонян, думаю, что это секьёмонцы. И так сказано и о том, каковы разновидности мужественных, и о том, кого принято считать мужественными. Мужество связано с тем, что внушает отвагу и страх, но оно связано с тем и другим не одинаково, но больше со страшным. В самом деле, кто невозмутим в опасностях и ведает себя, как должно, более мужественен, чем тот, кто мужественен при обстоятельствах, предающих отвагу. Как уже было сказано, мужественными считаются застойкое перенесение страданий. Вот почему мужество сопряжено со страданиями, и ему по праву воздают хвалу. Вы видите снова старое доброе, страдание и добродетель. Добродетель больше добродетель тогда, когда она преодолевает страдания, тогда, когда она теснее связана со страданиями, чем если бы она теснее была связана со стимулами к преодолению страданий. Мужество лучше не тогда, когда вы стоите рядом с генералом или там с каправом, или когда флаг над вашей головой развивается. Мужество лучше тогда, когда рядом вообще никого нет, и вы один и уже ранены. В самом деле переносить страдания тяжелее, чем воздерживаться от удовольствия. Да, и кажется, в этом смысле преодоление страданий всегда будет боль ближе к добродетели, чем испытание удовольствия, чем воздержание от удовольствия. Теперь вы понимаете, почему умеренность низкая добродетель? Потому что она целиком полностью связана с воздержанием от удовольствий, чем с преодолением страдания. Мы можем сказать, что умеренность – это как раз тот, кто не воет от мельчайшей раны, да? Но все-таки гораздо больше умеренность связана с тем, чтобы избегать удовольствий. Да. Хорошо, если мы с другой стороны посмотрим. С медицинской стороны преодоление ломки – это всегда преодоление страдания. Да. Но то есть умеренность… Тот наркоман, который умудрился преодолеть ломку, заслуживает гораздо больше похвалы, чем обычный человек, который сказал наркотикам «нет». Да. Поэтому почему? Потому что воздержаться от удовольствия гораздо легче, чем преодолеть страдания. Но умеренность все равно будет в этом плане у него больше связана с преодолением страданий. У наркомана? Ну да. Мы это и говорим. То есть преодоление страданий – это гораздо более широкий маркер добродетели, чем избегание страданий. Умеренность в целом скорее связана с избеганием удовольствия, чем с преодолением страданий. Потому что когда наркоман возвращается и преодолевает ломку, это скорее не умеренность, потому что он уже наркоман. Это что-то другое. Умеренность случаев наркомана должна была бы, как и в случае алкоголика, звучать так. Ну, поменьше наркотиков. Сегодня, сегодня чуть-чуть одна полоска вместо двух. Будем умеренными, будем хорошими людьми. Нет, мы же должны, наоборот, как с Майкликом, о котором мы говорили, мы должны вообще в другую крайность туда. Да, 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 да. Но если мы хотим добиться… Но тогда это не будет умеренностью. Нет, это приведет к умеренности. Да. Вот, то есть, чтобы наркоман мог быть умеренным наркоманом, он все время должен ограничивать себя. То есть, если вы хотите долго прожить, нельзя отпускать естественное уже выработанное влечение, все время увеличивай дозу, иначе кайфа не будет. А вы все время будете говорить, не-не-не, доза должна быть минимальна, и это и будет как бы умеренность. Но в большинстве своем с чем связана эта умеренность? Как раз с избеганием удовольствия. То есть, когда вы говорите «мей», «ну вот». То есть, умеренность – низкая добродетель, потому что, по большему счету, она связана именно с избеганием удовольствия, а не с преодолением страдания. Хотя есть такие ситуации, при которых, естественно, умеренность будет связана с преодолением страдания. А разве воздержание от удовольствия не приносит страдания автоматически? Нет. Ну, то есть, реально, вы такая «если я не выпью сейчас, я умру». Или там «если я не выпью, мне вот сейчас дадут под дых». Нет, нет. Ну, какие там страдания? Ну, попробуйте привести какой-то пример, если вы думаете, что. Ну, даже тогда, ну, там, условно, ты не пьёшь, вернее, ну, там, ты считаешь себя трезвенником таким умеренным, а потом приходишь в компанию друзей, где пьют все. И все, например, уже выпили, всем весело, а ты такой стоишь в сторонке совершенно трезво и чувствуешь себя очень глупо. Наоборот. Из-за этого все радаешься. И чувствуешь собственное превосходство. Из-за этого радуешься. Это бред какой-то. Кто-то это... Представьте, вы приходите в сфенарник, вы не чувствуете собственного превосходства? Ну, чего сразу, когда все выпили сфенарник? Я не знаю. Но пьяные больше всего похожи именно на это. Не, ну, смотря сколько выпили. Ну, вы же говорите, уже все выпили. Значит, уже все немножко, на веселе уже всех немножко пошатывает. Уже, значит, там кто-то в салатике лежит, все дела. А вы чувствуете себя неловко при этом? Интересно. Выражаясь алистотельянскими термами, это плохое воспитание. Потому что если вы не чувствуете в правильной ситуации правильную эмоцию, значит, вы плохо воспитаны. Ну, потому что ты в этот момент не являешься как бы частью общества, в котором находишься. Так это же не то общество, в котором вы должны находиться тогда. Хорошо, давайте дальше. Впрочем, цель, достигнутая мужеством, пожалуй, доставляет удовольствие, но она не видна за тем, что вокруг, как бывает, хотя бы на гимнастических состязаниях. Да, да, да. Значит, доставляет удовольствие, это понятно, ну, прекрасное должно доставлять удовольствие. И мы возвращаемся обратно к вашему примеру. Еще разочек. Если в правильной ситуации вы не чувствуете собственного превосходства и удовольствия от этого, значит, вы недобродетельны. То есть, если, когда вокруг вас лежат пьяные, и вы думаете, как неприлично, надо тоже притвориться, что ли, надо определять тоже, то это значит, что вы просто неправильно воспитаны, и вы не понимаете, в чем заключается умеренность или дружелюбие или справедливость? Нет, получается, тогда мне нужно будет понимать, что такое умеренность, дружелюбие и все такое, так, как считает меньшинство. А меньшинство, ну, там... Нет, понятно, что большинство порочно. В этом нет никаких сомнений. Так, ну, мне кажется, вы не можете не согласиться с тем, что относиться к меньшинству в большинстве случаев всегда очень тяжело. Несомненно, мы уже говорили об этом, добродетель связана с усилием. Конечно, именно так вы ее и определяете. Деградировать легко. Быть добродетельным всегда трудно. По крайней мере, поначалу, когда вы в молодости. Потом вам уже будет все равно. Хорошо, давайте. Цель кулачных бойцов, ради которой бьются венок и честь, доставляет удовольствие, но получать удары больно, распуть жива и доставляет страдания, как и всякое напряжение. И вот, поскольку этого много, а то ради чего состязаются, незначительно кажется, что у них нет никакого удовольствия. Если так, и с мужеством, значит, смерть и раны принесут мужественному страдания, причем против его воли, но он вынесет их, так как это прекрасно, и так, как не вынести позорно. И чем в большей степени он обладает всей добродетелью, и чем он счастливее, тем больше он будет страдать, и умирая, и такому человеку в высшей степени стоит жить. И он лишает себя величайших благ сознательно, а это мучительно. Но он от этого ничуть не менее мужественный, но, может быть, даже более, потому что столь великим благам предпочитает нравственно прекрасный поступок на войне. Да, этого пока что достаточно. Я думаю, аргументация историки кажется понятной. Казалось бы, тут же подскакивают к Аристотелю утилитаристы и такие, значит, а вот смерть на войне, это же никак не может быть компенсировано тем счастьем, той красотой поступка и той добродетелью, которую ты демонстрируешь. Потому что нет ничего, там страшнее смерти. И ты это признал, когда сказал, что загробной жизни нет. Аристотель говорит, да, так оно и есть, но давайте посмотрим на всяких боксеров и прочих танцоров. Так они же тоже адски страдают ради минимальных наград. Он приводит пример боксеров, да, как бы ради венка и, значит, поцелуя там и там рукоплесканий. Тот же самый артист, значит, сбивает в кровь свои пальцы, там какой-нибудь музыкант на виолончели или на скрипке играющий, сбивает в кровь свои пальцы, ради чего? Ради аплодисментов в конце? Он что, утилитаристы тоже сумасшедшие с вашей точки зрения? Поэтому, говорит, Аристотель, нет. Этот аргумент абсолютно не работающий. Вопрос о счастье, как в абсолютном благе, преодолевает любое несчастье. То есть, в таком случае, солдат, который вот тем не менее умер, он умер счастливо в таком смысле? Абсолютно. Нет, ну, только мужественный, да, добродетельный солдат. Не, он хороший солдат. Да, 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 да. Помните в Форесте Кампе лейтенант Дэн хотел умереть и не хотел, чтобы Форест его вытащил? И Форест говорит, у него отец умер на войне, потомственный военный. У него дед тоже военный, умер на войне. И его прадед тоже умер на войне. И он хотел совершить ровно то же самое, потому что это и есть величайшее счастье для мужественного человека. А тогда можно сказать, что он тоже не по-настоящему мужественен, потому что он совершил то, что совершил, не потому что хотел сделать прекрасный поступок, а просто это приятельность поколения. Так это же и казалось ему самым прекрасным. Но в таком случае, и по-моему, это подлинное счастье. Это не имеет ни нравственные добродетели, не имеет никакого отношения к подлинному счастью. У меня тогда есть вопрос с тем, что Форест раньше говорил. Потому что раньше он говорил, что выносить страдания ради несоразмерной цели, очевидно, боксер, которому пьют морду, а потом дают венок. Венок и несоразмерное удовольствие по отношению получения у тумаков. Это поступок идиота. Мы не можем хвалить человека, который выносит страдания ради несоразмерной цели. Это было в начале третьей книги, по-моему. Ради несоразмерной цели. Надо посмотреть, я что-то не очень это помню, но предположим, что это действительно так. Боксеры – это просто пример. Очевидно. Который приводит сам отец. Да, это просто пример. Боксеры – как военные. А что касается мужественного, то счастье – это благо само по себе. То есть высшее благо. Нет, разноотношение просто у военного мы считаем, что цель соразмерна. Да. Но просто боксеры будут несоразмерны. А у боксеров… Это просто не срабатывает. Но это скорее большинство такого. Ну да, я понимаю. То есть это представляет некую трудность. С одной стороны, понятно, что Аристотель говорит, что если бы боксеры не считали этот венок великой наградой, то они бы, конечно, не терпели за него таких побоев, не терпели бы за него страданий. Мы возвращаемся обратно к представлению о том, что благо – это мнимое, и счастье – мнимое. Мы все стремимся к предполагаемому благу. В этом смысле разница между боксером и солдатом заключается в том, что у боксера благо мнимое, а у солдата настоящее. Но здесь тоже есть проблема, потому что благо боксера здесь авторственную роль играет, потому что в том суждении, я, кстати, сегодня говорил, что мы хвалим и достойны похвалы. Хвала – это всегда общественное, не внутреннее. Назвестное. Достойны похвалы лишь те, кто пронтерпевает. Это было в связи с преднамеренным и непреднамеренным. Ну, вы в следующий раз найдете, просто, думаю, прочтем. Да, хорошо. Просто он говорит, что похвалы достойны те, кто пронтерпевает ради соразмерного или большего. И недостойны, и достойны только порицания те, кто переносит страдания ради несоразмерного. Венок не соразмерен от кучи тумаков, которые получают бактерии. Но мы хвалим бактерии. Именно правильно. Да, следовательно, мы можем предположить, что если мы отталкиваемся от общественного мнения, значит, венок соразмерен. И не просто соразмерен, а больше, потому что ради Венкаун выдерживает не один бой, а много боится. Какой добродетель? И общественное мнение не маркер. Нет, нет, нет. Общественное мнение это маркер. Вернитесь к списку добродетелей и посмотрите, с какой страстью связана вот эта вот деятельность боксера. Я бы сказала, что с мужественной уверенностью. Нет, нет. С уверенностью нет, потому что там нет никакого избегания удовольствия, там есть перенесение страданий. А с перенесением страданий у нас мужество. Сопрекается. Что-нибудь еще? Счастье. Вот я скорее думаю, что с честью. Ну как это? Когда вас удинчивают, да? Что это за добродетель? Нет, наверное, безымянный. Ну какая-то из безымянных. Да, это величавость. Да, да. Да, да. Ну так вот, пожалуйста. Тогда все сходится. И мы абсолютно правильно вас восхваляем, потому что преодоление страданий ради чести это, конечно, не мужество. Потому что мужество преодолевает страдания ради прекрасного. Это нечто повыше, да? Нормально. Подумайте о... Джон Синжер. Да, давайте боксер Икс. Наше общество гораздо активнее помнит боксера Икс, чем безымянного салата. Потому что там, где есть незамбразие, там есть иерархия, и мужество – это самые низкие добродетели. Боксер Икс. Именно поэтому это не самое базовое добродетель. Самое базовое – это то, без которого общество не может обойтись. То, на которое... Выше та добродетель, без которой можно обойтись? Вот это хорошее замечание. Конечно, выше всегда то, без бактерий нельзя обойтись. Без червей очень сложно обойтись. Без людей отлично вообще. Даже всем даже понравится, всем остальным без нас. Но это и есть доказательство того, что мы выше всего. То есть мы обходимы и в этом смысле мы лучше. Точно так же и в обществе. Без солдат нельзя обойтись. Без крестьян нельзя обойтись. Солдаты и крестьяне никак правило теперь вместе все. Без философа сколько угодно можно обходиться. Даже без политика можно обойтись. Царя достаточно. Ну, условно говоря, без хорошего политика. Тирания нормально работает. Вот мы ходим туда-сюда. Нормально, вроде, не падаем, не катаемся, не горим даже. Ну, периодически там конечно случаются какие-то хлопки непонятных формаций. Но в целом не горим. Боксер должен стоять выше. И не величие, а как оно? Великолепие, да? И безымянная добродетель конечно стоит выше, чем мужество. Просто это не интуитивно понятно. Нет, ну как? Это настолько интуитивно понятно, что мы даже можем упрекнуть общество. Вот Ксения Андреевна даже может упрекнуть общество в том, что те Киркорова оно чтит, а безымянных солдат, положивших во Вторую мировую свой, не чтит. Или там, что на первых полосах у нас там скандалы, интриги, расследования, а должны быть героические поступки безымянных детей, спасающих других детей, или там полицейских, выносящих здания. Но опять же, почет от большинства не равен почету от меньшинства. Конечно, конечно, то это абсолютно верно. Но то есть, и то, что меньшинство, которое понимает, что без солдата все, за счет чего они живут, рухнет, а без боксера не рухнет, больше должно по идее почитать солдаты. Именно поэтому государство ставит памятник безымянному солдату, но не ставит памятник боксеру. Да, но в этом и есть проблема. Потому что при этом мы говорим, что боксер круче солдата, потому что его добродетель более высокая. Потому что мы относимся к большинству. Когда добродетель в боксер стал выше добродетеля собранияmen. Потому что вы сказали, что он это ради чести не делает, но относится к величию и к добродетели. Да, подумайте об этом в другом плане. Политик точно чистолюбец, у него точно есть добродетель чести, но у него точно нет мужества. Он не солдат. Он никогда не пойдет в бой. Ну или если у него еще есть... Нет, он все равно может жить под страхом смерти. Нет, именно поэтому мы отделили страх смерти от мужества. Мужество не связано со страхом смерти. Политики ценят чистолюбие, потому что они себя ценят выше, чем солдат. Очевидно, что редкий артист это украшение государства. А безымянный солдат это не один солдат, а сотни тысяч солдат. Понимаете, да? Вот поэтому мы можем сказать, что даже в повседневной жизни даже государство в своем меньшинстве признает, что условный литератор с Нобелевской премией, что условный Филипп Киркоров гораздо лучше, чем сотни тысяч безымянных мальчиков 17 лет. А разве их можно сравнивать? Они ведь просто в разных категориях находятся. Весовых. Это вы теперь про неравенство, да, говорите? Да, но даже не про неравенство, просто Киркоров это про развлечение, а про... Нет, мы говорим про добродетель. Мы же не говорим про простых солдат, да? Мы говорим про добродетель. Просто простые мальчики, которых забрели, они вообще не будут считаться. Мы говорим про хороших солдат, про подлинных воинов, готовых умереть за отечество. И здесь возникает проблема. Понятно, что Киркоров не делает это ради чести, что Киркоров недобродетелен. Он делает ради славы? Он из честолюбия это делает? Нет, я понимаю, что выряжаться в пьеме, и честолюбие это кажется... Вот, то есть у него нет... У него есть страсть честолюбия, но у него нет добродетели и видничества. Нет, ну почему он может делать это? Даже, ну, типа, он фрик, он делает это, потому что ему это не нравится. А у того... Ну, если вы делаете то, что вам нравится, значит, вам легко. Если вам легко, это первый признак того, что вы не добродетели. По крайней мере, в молодости-то уж точно, а потом может сто процентов так. Ну, в смысле, с Киркоров может сто процентов так, да? Он больше ничего другого делать не может. Но, если мы берем добродетельного солдата и добродетельного ученого, в смысле добродетельного в опросе чести, то, конечно, ученый выше. И государство, опять-таки, будет ценить ученого выше. Потому что, хотя без солдат нельзя, и солдаты это базис, но хорошее государство не существует без ученого. Мы можем себе представить государство, которое состоит только из солдат. Но это будет самое ужасное государство на свете. Государство военный лагерь Спарта. Там нет наук, нет искусств, нет письменности, нет философии, нет ничего. Ну, там лапство немножко есть, без него никуда. Но это настолько плохое государство, что ни одно другое государство, при всем волоконно-фильстве в сердце безробных людей, никогда не стало Спарты. Это же вечное обвинение против Спарты. Вы суперкрутые, вы даже гегемоны. Никто не хочет вам подражать. Вообще никто не хочет. По понятной причине. Потому что это слишком сложно? Нет, потому что это слишком низко. Разве? Я всегда думала, что никто... Вот вы об этом нам говорили, когда мы в Акедимонскую политею читали. Мне казалось, что никто не хочет быть, потому что там вообще все самые простые удовольствия. Их нет просто. Наоборот, там только самые простые удовольствия. Там нет сложных удовольствий. Какие же удовольствия? Простые? А, да нет, я забыла. Они пьют и изменяют всё. Конечно. Тогда всё нормально. Получается, что чем выше добродетель, чем больше мы почитаем за добродетель определенного типа, тем ближе эта добродетель должна стоять к воплощению целей государства, и тем дальше она должна отстоять от причин возникновения государства. Потому что причина возникновения государства — безопасность. Безопасность требует внушенных солдат и так далее. Это базис. Но чем дальше мы уходим, чем ближе мы получаем, оказываемся, к цели государства. А цель государства — это счастье, а не безопасность. Добродетель вся ведет к счастью. Добродетельный солдат тоже счастлив. Но вы мыслите очень правильно. То есть государство не может обойти без солдата. И чтобы говорить им, что как бы всё хорошо, оно делает их добродетель. Но вы абсолютно верно снова рисуете себе в голове, когда видят. Здесь у нас добродетели и наш коллега добродетели. Понятное дело, что так, где есть разнообразие, там есть ингредиенты. Какие-то добродетели лучше, чем другие. Внизу лежат те добродетели, без которых государство вообще не может существовать. То есть лучше для достижения цели. Всё, элементарно. Лучше для достижения? Нет. А для чего лучше? Так не получится. Как же мы их сравнивать? Мы можем их сравнить по тому, насколько труднее они даются. Величавость так трудно даётся? Да. Да. Вернитесь к примеру с Наполеоном. Он моментально ухватил это. Он моментально ухватил, но он моментально стал таким. Но, если вы почитаете мемуары, это требовало огромного количества усилий. Чтобы царственно себя держать, чтобы не сделать вот так, не выпустить живот, не обронить лишнее слово, это нужно всё время, всё время себя контролировать. Постоянно, дельные ноши. Настоящий царь даже во сне не произносит неподобающих вещей. Настолько он себя, как это правильно сказать, ну, натренировал, да, вот настолько он говорит, да, да, да. То есть мы можем требовать мужества, мы потом, видите, мы потом поймём, наверное, что, конечно же, самой базовой добродетелью является не мужество. Конечно же, самой базовой добродетелью является та добродетель, которую мы требуем от самого большого числа людей. Справедливость. 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 Конечно. Самое важное – это справедливость, потому что мы и от женщин требуем справедливости, и от родов требуем справедливости, и от всех требуем справедливости, иначе, что они существуют. Потом, когда мы установили общество, мы понимаем, что мы не существуем еще без того, чтобы защищаться. И тогда мы говорим, мужество – вторая базовая избыльность. Конечно, мы уже не можем кто-нибудь от женщин, от правов, от мужества и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но на вершине находится самая узкая прослойка, с самыми сложными в качестве исполнения дополнительными. Самое сложное из них – это, конечно же, великолепие, величавость, от которого мы объясняли, да, корона всех остальных дополнителей. Но тут наступает проблемность политического, которая заключается в том, что хотя величавость – это суперкруто, вообще-то говорить об этом никому не надо. Потому что это труд, Дайка. Нет, не потому что это труд, а потому что это доступно только единицам. А общество – это по единице, общество – это по ноли. Поэтому не надо говорить о дополнительных доступных нолям. И самое базовое из них, которому уделено больше всех мест – это справедливость. Потому что без нее общество не существует никак. То есть мы себе можем еще представить прекрасное общество будущего без солнат, но мы не можем себе представить прекрасное общество будущего без закона. Вот такая вот позиция. Да, давайте дочитаем. Но он от этого ничуть не менее мужественный, но может быть даже более, потому что столь великим благам предпочитает нравственно прекрасный поступок на войне. Да и не для всех добродетелей удовольствие от их проявлений имеет место разве только в той мере, в какой достигается цель. Но ничто не мешает, наверное, чтобы самыми лучшими воинами были не такие, а менее мужественные люди, которые, однако, не имеют никакого другого блага. Ведь они готовы к риску и меняют жизнь на ничтожную наживу. Итак, будем считать, что о мужестве сказано. И нетрудно понять из сказанного, в чем его суд, по крайней мере, в общих чертах. Да, мужество – самая низкая добродетель. В первую очередь, не потому что она самая базовая там, а потому что она неприятна. Все остальные добродетели приятны. Мужество неприятно даже в своем высшем проявлении. В этом смысле Платонов законок, законы 963Е, говорит, что все добродетели, кроме мужества, имеют дело с разумом, а мужество неразумно имеет дело со страхом. Почему? Я не очень понимаю логическую цепочку здесь. Мужество неприятно, но ведь мужество есть преодоление неприятного, то есть страха, страх неприятен. Страх отвратительен, страх ужасен. Мужество позволяет преодолевать страх. Должно быть приятнее, чем его испытывать. Преодоление страха не означает окончание его испытания. То есть страх никуда не уходит и меньше не становится. Вы себе представляете это как обезболивающее. Не представляете так. Страх никуда не уходит и не становится меньше. Более того, подлинно мужественно и в каждом конкретном случае, в отличие от хвостуна или труса, способен определить страх точно. Способен определить опасность точно. И в этом смысле испытать ровно столько страха, сколько присутствует. То есть все остальные добродетели, не имеющие дела со страхом, гораздо более приятны, в кавычках. Потому что они имеют дело с гораздо более приятными вещами. Но просто все равно странно. Если мужество не может выделить ровно столько страха, сколько подобной ситуации... А зачем они выделят его больше? Он будет бояться больше, чем мужество. Мужество лучше, чем немужество, конечно. Добродетель лучше, чем порог. Это правда. Но среди добродетелей мужество одно имеет дело именно с этим. Что ж, давайте на этом остановимся, потому что мы закончили с мужеством. И я должен спросить, есть ли у вас какие-нибудь еще вопросы. Тогда давайте прервемся.